здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 23 ноября данный видеоролик выйдет как на моем канале так и на канале youtube моих партнеров компания markets сегодня у нас будет нестандартный ролик он будет включать три аспекта первый аспект это будет аналитика дам рекомендации по некоторым инструментам уточню это будет s&p 500 а также валютная пара доллар иена в двух словах я еще выскажусь о других инструментах это первый блок будет нашего обзора второй блок это будет мы будем делать такой обучающий формат я буду разбирать те моменты которые мы делали в своих прошлых обзорах я обсуждал инструменты закрытом своем канале какие рекомендации давал по некоторым инструментам их логику да то есть просто не будет разбор будет рассказываться логика почему я так определил также разберем не только те инструменты которые себя неплохо показали а эти инструменты которые не сработали есть у меня пара инструментов которые скажем пошли не по плану это второй блок и третий блок это у нас будет расскажу о акции black friday это уже в конце по поводу обучения и закрытого канала и так давайте начнем конкретно с рынка фондовые индексы по фондовым индексом возможно закончилась коррекция которая была у нас началась на прошлой неделе она в принципе неплохо дала возможность спекулянтом заработать на коротких позициях я кстати этой возможностью воспользовался я шортил в своем закрытом канале как фьючерс на с п 500 так и nasdaq мы в принципе вот на этих минимумах по закрывались и сейчас я рассматриваю что это коррекция возможно закончилась и дальше мы будем расти обновлять по s&p 500 максимуму в районе 6000 пунктов и уходить выше возможно достаточно выше время покажет на ключевой уровень на данный момент у нас в районе 5 900 то есть вот зеркальный уровень поддержки плюс у нас данной точке происходит тренд да то есть если вот нарисовать тренд по последним двум откатом то у нас вот эта зона как раз совпала поэтому я рекомендую покупать s&p 500 альтернативы какие здесь могут быть первый вариант это то если мы все-таки сегодня что-то произойдет такое на рынке сегодня или уже с понедельника поэтому если сегодня сильно сольют рынок и мы начнем скажем будет такое медвежье поглощение последних четырех дней роста то есть у нас понедельник вторник среда четверг у нас выросли если в пятницу или с понедельника пойдет сильный слив в таком случае я был выходил с покупок фиксировал убыток и дальше уже думал о возможных шортах хотя тоже могут быть разные ловушки нужно еще будет потом думать но это на тот момент что вы понимали что не нужно там купить условно s&p 500 и сидеть до до того момента пока он не вырастет нет если начнется ломать вот эту зону 55 900 и сильно зажиматься к уровню трендовый то скорее всего это будет сигнализировать о возможном ну каком-то сломе или более сильной коррекции или там какие-то будут сложные ловушки и будут выносить стопы короткие и мозги трейдерам так условно скажем поэтому обязательно это берите во внимание это первый момент второй момент это обсудим валютную пару доллар иена по доллар иене у нас скажем так практически два месяца идет такой восходящий тренд я кстати здесь покупал доллар иену ранее еще в октябре и дальше даже было в начале ноября были попытки покупки но принципе неплохо росло а на данный момент у меня есть предположение что по доллар иене назревает какая-то коррекция поэтому я предлагаю рассмотреть шорт позиции по доллар иене у нас ключевой уровень сопротивления это в районе сто пятьдесят пять и условно пять на все что ниже данного уровня я рассматриваю шорт с целью примерно сто пятьдесят один сто пятьдесят плюс минус да то есть в принципе можно пунктов четыреста пятьсот возможно забрать по данному инструменту я не исключаю что это пойдет уже глобальный разворот тренда по доллар иене но пока спекулятивно данный вариант можно рассмотреть так дальше причина данного шорта то есть у нас 15 ноября еще на прошлой пятнице пошел прошел такой неплохой импульс вниз данным импульсе формируется коррекционное движение уже практически четыре дня то есть понедельника мы формируем даже вчера так закрыли по медвежьему день хотя чуть откупили но все-таки я рассматриваю что у нас идет слом в данной тенденции или коррекционный или глобальный то есть это время покажет я в принципе своим ученикам рассказываю когда вы пробуете шортить скажем контр-тренд есть моделька выпало вы зашертили инструмент немножко прошел вашу сторону вы можете часть зафиксировать а часть скажем оставить на возможное там более длительные падение там рост инструмента то есть это называется сопровождение позиции обязательно тоже ставьте стоп лосс и выше максимума который у нас был в среду потому что у нас в принципе здесь еще присутствует такой тренд тут я нарисовал тренд мы можем еще показывать какие-то новые максимума да у нас в принципе как видим доллар и на этой неделе продолжает показывать укрепление да поэтому я не исключаю что индекс доллара еще может так хорошенько подрасти плюс-минус может это его где-то уже финала может еще там фигуру 2 ну 100 200 пунктов показать роста спокойно да поэтому и чтобы не пересиживать такие просадки выйти по стопу а потом искать новые точки входа на возможное ослабление доллара это что касается двух идей которые я хотел дать в принципе в конце я еще если там буду проходиться по некоторым инструментами еще дам рекомендации еще по рынку криптовалюта мне у меня есть пару моментов интересных и в принципе вот этот первый блок мы закончили с аналитикой дальше идет разбор тех прошлых рекомендаций которые мы разбирали за последний месяц-два как в обзорах публично так и рекомендации которые я давал закрытом канале мы будем их логику разбирать и параллельно по этим инструментом я буду дальше комментировать стоит ли их дальше торговать условно на на покупку или в шорт и так далее поэтому там тоже будут какие-то параллельные рекомендации ну давайте начнем золото по золоту великолепно идет рост напомню еще в начале недели текущей да я советовал покупать золото сейчас расскажу причина я я как советовал своем обзоре на youtube канале который вышел на моем канале и на канале на youtube а маркет я говорил что стоит с понедельника присматриваться там понедельник вторник записывал если не ошибаюсь обзор стоит золото покупать с целью среднесрочного роста как вариант я предполагал что на золото развернулась я сейчас не утверждаю что она сто процентов развернулась я это предполагал мы с ребятами купили еще с понедельника вторника золото покупали в принципе мы удерживаем с целью 2 800 3000 и выше да то есть причина разворота то есть у нас был достаточно мощный коррекционный такой коррекция в 200 долларов по золоту после победы трампа она началась и получается как я определил что у нас возможно закончилась коррекция есть несколько вариантов данных предположений один из них это был то есть у нас вот смотрите идет жесткое такое падение по металлам у нас 1 это нарисовался 14 ноября такой pin bar но он не сильно мне нравится потому что он был красным я люблю более если зеленый закрывается а самый главный момент это вот закрытие 18 ноября понедельник на такой мощная свеча плюс она совпала на вот тренде и это говорил о том что возможно у нас идет окончание данной коррекции и дальше мы будем расти по тренду то есть понимаете да таких примеров есть и много вот на этих коррекционных трендах вот смотрите давайте поизучаем немножко вот допустим вот эта коррекция да смотрите такая мощная коррекция вот у нас 1 мая сильный бычий бар такой я это называю поглощение на 75 процентов то есть такие бары тоже иногда дают разворот кстати здесь покупал и смотрите мы пошли на обновление максимума 27 июня тоже самое мощный вот этот пример смотрите сильная достаточно такая длительная коррекция была вот здесь по золоту и вот смотрите 8 августа у нас сильное бычье такое закрытие поглощение и кто кто следит я напомню здесь тоже давал рекомендацию на покупку вас после вот этого бара мне кажется даже в своем обзоре я я точно давал здесь обзор то есть вот давал рекомендацию то есть вот такой пример почему я здесь рассматривал есть еще куча других моментов я напомню ранее как на своем канале проводил обучающие ролики поищите на моем youtube канале где я рассказывал как ловить окончание коррекции или разворот тренда то есть в данном случае это окончание коррекция по инструменту потому что коррекции бывают достаточно глубокие там разные примеры да и еще нужно понимать что я не утверждаю что это сто процентов же разворот это может быть коррекция и мы дальше вниз и так далее то есть на рынке есть рынок это череда вероятности да то есть это что касается золота в принципе кто ранее покупал я бы дальше удерживал стоит ли дальше покупать золото я в принципе думаю что да но я бы уже если будет с каких-то коррекций это бы покупал дальше ну серебро рассматривать не будем серебро разбирали в закрытом канале про сигнал дальше нефть по нефти аналогично я скажу так что нефть последние несколько недель даже чуть больше достаточно там уже больше вот я практически два месяца нефти все время покупаю все время покупаю эти покупки у меня спекулятивно я напомню ранее других обзорах и сегодня разбирать не буду на детально рассказывал краткосрочный среднесрочный долгосрочный сценарий который я вижу по нефти сейчас я вижу только покупки и в зоне 70 долларов плюс я все время рассматриваю покупки пока мы выше 70 долларов я рассматриваю покупки потому что здесь мне видится на возможный такой достаточно мощный среднесрочный паттерн модель в лонг с целью но локальные это 76 и возможно 80 81 плюс минус если не выше где-то в район 85 и так далее ну посмотрим возможно ошибаюсь я буду за этим следить если ситуация будет меняться то понятно я буду менять свой прогноз по данному инструменту поэтому нефть я дальше советую только покупать причины покупки то же самое смотрите в данной зоне 70 все время по его появляется покупатель то есть вот у нас 1 октября мощный покупатель в конце октября вот прям конце октября тоже мощный покупатель 18 ноября смотрите в зоне 70 снова появился мощный покупатель видно что данную зону какие-то крупные игроки хеджируют и скажем поставили планку чтобы не провалиться ниже детально я хотел вот как если отработать отработать все таки нефть я позже сделаю детальный такой разбор по нефти почему я здесь рассматриваю ланги если это отдельная тема которую нужно обсуждать там пол полчаса я сейчас кратко так потому что этот момент не по нефти напоминает натуральный газ вот продолжим на натуральном газе напомню в своих обзорах и на битве аналитиков даже последние когда мы с артемом деевым битва аналитика у нас последняя проходила я на ней светлый тоже покупать натуральный газ смотрите вот за последнее время я практически последние несколько месяцев советую только покупать натуральный газ и смотрите какой великолепный рост мы показали да это не прям не космос ну рост очень приличный да вот давайте посмотрим последний рост вот здесь весь ноябрь и ну я не говорю там ранее сначала осени лета я только советовал покупать натуральный газ ни разу мы не шартили и вот последний разбор давайте разберем вот этот ноябрьскую покупку я как в обзорах своих советовал так и в закрытом канале только покупать натуральный газ смотрите причинам вот посмотрите за последние вот если взять осень сентябрь октябрь и ноябрь смотрите у нас тренд вверх коррекция условно на 60 процентов то есть и потом снова от купили и вот в данном диапазоне я здесь были очень отличные модели на покупку вот здесь модель модель 6 это с моего курса обучения вот здесь то есть я советовал потом в данной зоне данной зоне я советовал работать на пробой в закрытом канале и мои ученики которые торгуют модель пробой то есть говорил что уровень 3 скорее все будут пробивать и дальше стоит рассматривать пробойную модель мы показали максимум уже практически в районе 350 это что касается котировок фьючерса натурального газа склеены да там где-то котировки могут отличаться поэтому натуральный газ великолепно себя отработал то есть этому я определил по формату технического да потом еще причина последние несколько дней роста такая ранняя зима в сша и пришли морозы она в принципе не только в сша в европе пришла зима ранняя ну как рано в принципе у нас уже вторая половина ноября это в принципе нормально но все может быть могла и позже начаться такой снегопад хороший поэтому цены на натуральный газ неплохо выросли поэтому кто ранее покупал и среднесрочно умеет рвать я бы часть зафиксировал часть удерживалась можно мы подойдем к уровню 4 возможно выше по натуральному газу дальше по евро доллару вот здесь кстати вот этот момент последние достаточно долгое время уже месяц у меня скажем если была отработка по евро доллару то очень маленькая да то есть такие интердей отработки а вот глобальная у меня пока стопы здесь достаточно длительное время у меня стопы то есть евро у меня не заладилась в принципе и фондовые индексы растут и крипта растет отлично и товар на сырьевой рынок металлы газ неплохо растет евро не хочет расти да у есть много причин после победа трампа и так далее да этот момент может быть но принципе другие инструменты по-другому себя ведут но я думаю что у нас по евро мой сценарий с глобальным лонгом он еще не отменяется да мы пошли выносить 1 0 4 50 возможно еще ниже уйдем плюс-минус пунктов 100 200 все возможно но глобально я все-таки ожидаю рост да то есть я в предыдущих вебинарах расписывал на почему это вижу когда уже будут рисоваться какие-то дополнительные модели новые сигналы я пока сейчас все покупки это рискованные моменты когда будут уже более надежные консервативные я тогда буду возвращаться снова к покупкам по евро доллару своих обзорах поэтому кратко скажу так что по евро у меня несколько хороших таких получилось стопов подряд не сработало по данному инструменту но компенсировалось другими инструментами покупкой металлов нефти газа рынок криптовалют вообще приносит колоссальную прибыль поэтому по форекс в принципе у меня так себе вот если брать евро индекс доллара а вот неплохо у меня сработал доллар юань напомню доллар юань я еще в октябре ноябре начала ноября я советовал только покупать вот здесь была отличная модель то есть середина октября в своих обзорах и закрытом канале про сигналы я советовал покупать доллар юань кто данный инструмент покупал среднесрочные говорил что у нас только рост да и мы в принципе неплохо выросли еще можем показать более мощный рост в принципе я дальше не исключаю возможной покупки по данному инструменту то же самое касается но здесь просто великолепная модель была прям по книжке как по книжке моего курса обучения просто великолепно 1 2 вот здесь даже 3 3 модель рисуется то же самое юань и рубль смотрите вот я на этой неделе говорил дальше покупаем принципе спекулятивно уже локально уже себя отрабатывает возможно еще и выше уйдет юань и рубль это что касается форекса поэтому пока вот по доллар иене я высказал свое мнение а по евро по фунту я и по индекс доллара я пока жду 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 что там дальше нарисуется ну и рынок крипты давай так коротко советовал последнее время только покупать мы практически сегодня какой у нас максимум максимум 99 400 с копейками почти 100 биткойн отлично отрабатывается я думаю что глобально он еще будет дальше расти очень сильно так как в сша все больше и больше принимается незаконно проектов которые предполагают возможное возможный резерв биткоина как резервные валюты в сша дать там частичный понятно и с приходом трампа вот эти перспективы более скажем позитивные и прям как трамп победил вот вот здесь мы начали очень сильно расти я в своих обзорах после победы трампа только только покупки ни разу шорт по биткоину да могут быть какие-то здесь коррекции но я бы дальше искал мы сотку сделали я думаю мы можем под 150 подобраться по биткоину а если вот такой ажиотаж пойдет возможно и выше я хотел еще отдельные видео снять по биткоину и рассказать о возможных ловушках то есть это тоже нужно понимать но это уже позже поэтому биткоин каких-то новых точек нету я вот здесь советовал покупать я бы дальше фиксировал часть часть удерживал дальше бы рассматривал с эфиром вот эфир я покупал выше 3000 и принципе своем последнем обзоре советовал покупать и в закрытом канале поэтому эфир я бы дальше только покупал и с целью 4000 и возможно выше по другим монетам ситуация аналогичная смотрите мои предыдущие обзоры на этом все коротко мы обсудили рынки что дальше еще можно торговать напомню что у нас приближается black friday да черная пятница и поэтому на курс обучения и на закрытый канал действует скидка по 31 число 30 процентов поэтому ссылка на в описании на мой сайт ознакомливайтесь там и есть контакты пишите telegram facebook куда удобно и мы сможем с вами обсудить этот момент всем пока удачи до следующего обзора с понедельника я думаю уже буду делать какие-то новые обзоры возможно по форекс что-то поменяется или по другим рынкам всем пока удачи и и